В Евразийский экономический союз Армения вступила в начале 2015 года. Тогда полные надежды на светлое будущее армянские власти были уверены. Членство в этой организации позволит республике улучшить свое плачевное материальное состояние. Однако еще при обсуждении участия Армении в ЕАЭС Еревану ясно дали понять. Здесь есть правила и обязательства, и соблюдать их армянскому руководству придется. Вступление этой страны в евразийскую интеграцию одобрили с учетом отсутствия в ней оккупированного армянскими вруководствами. Нагорного Карабаха Азербайджана. Смирившись с вердиктом, президент Армении тем не менее рассчитывал получить экономическую выгоду от членства в тогда еще только зарождающемся союзе. Перед вступлением в Евразийский экономический союз народ Армении положительно реагировал на эту новость. И прежде всего это было связано с тем, что очень много армян работает на территории России. И законодательно облегчили их в России, соответственно, большие трансферы, переводы денежных средств. Армения во многом зависла от доходов на территории России не в граждан. То есть за 2 миллиардов долларов переводились денежные средства на территории Армении. Но сейчас, видимо, из-за того, что курс рубля упал, какие-то новые моменты появились, народ Армении выражает некое недовольство этим союзам. То есть уменьшился товарооборот, уменьшились другие экономические связи. На недавней совместной пресс-конференции президенты России и Армении, напротив, озвучили положительное влияние Евразийского экономического союза на взаимный товарооборот двух стран. Последний по названным цифрам за первые 6 месяцев текущего года увеличился на 12%. Однако на сайте Евразийской экономической комиссии, с представленной в 2016 году официальной статистикой за первое полугодие, совершенно другие показатели. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, товарооборот между Россией и Арменией уменьшился на 5,8%. Таким образом, становится непонятным, о каком экономическом росте Армении может идти речь, возмущаются армянские экономисты, обвиняя Россию в крахе своих ожиданий. Это не отменяет того, что надо развивать свою экономику, надо осваивать новые сферы экономики, поднимательство народных хозяйств, что надо учиться, что надо работать. То есть основополагающие вещи никто не отменял. То, что лучше не стало, виноват это не Россия уж явно, а виноват армянское руководство, в какой-то степени армянское общество, но явно не Москва, не Путин. Судя по активизации протестных настроений, по их остроте, население Армении, правда, не ощущает никакого улучшения своего благосостояния. Что касается целесообразности участия Армении в европейском интеграционном процессе, то остальные участники никаких выгод от этого определенно не имеют, поскольку Армения все еще остается изолированным государством и не имеет внешнеэкономических отношений с другими странами, кроме странами-участниц Европейского экономического союза. Беседу иногда встречаюсь здесь с отечественниками случайными, которые приехали только или были на родине, или родственники приехали-уехали. Никто уезжать обратно не хочет. Вот рассказывают, люди рассказывают. 25 лет развития в минус идет. В плюс никогда не шло. Эта эволюция, в общем, продолжается. Экономика Армении продолжает катиться в пропасть, резюмируют армянские СМИ. Все аргументы, которые некогда приводились в защиту вступления этой республики в Евразийский экономический союз, армянские эксперты теперь называют исключительно красивыми формулировками, рассчитанными для убеждения широких масс. По их мнению, сложившаяся ситуация должна стать хорошим уроком. А какая есть у Армении альтернатива? То есть, хорошо, Армения выйдет из Евросоюза. И куда войдет? С помощью каких инструментов сможет торговать со всем миром? В Евросоюз Армению не примут, это очевидно. В ближайшее время отношения со своими соседями Армения наладить не сможет. И, собственно говоря, что ей остается? Армении остается наладить отношения с соседями в регионе. Об этом не раз говорили эксперты в области международных конфликтов, подчеркивая, что именно оккупация армянскими вооруженными силами 20% азербайджанских земель Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов оставила Армению в стороне от всех крупных транспортных и энергетических проектов в регионе. Ввиду агрессорской политики армянского руководства уже четверть века для Армении закрыты границы с Турцией и Азербайджаном. Учитывая же периодические территориальные притязания армянских властей к Грузии и России, в скором времени народ Армении будет и вовсе вынужден существовать в условиях полной самоизоляции.